всем привет мы находимся на канале дмитрий шеф у нас сегодня субботом давайте с вами пройдемся по бумагам нашего фондового рынка по российским акциям по индексам и по нефти также затрону с вами рубль доллар традиционно сначала видео хочу напомнить что у каждого из вас есть возможность подписаться на мой телеграм-канал в котором я выкладывать течение дня онлайн все важные события все важные новости какие-то физками моменты которые вижу я также размещаю в телеграм-канал сделки если я которые провожу я также выкладываю свой телеграм-канал все это носит информационный характер ни в коем случае не является инвестиционной так скажем идеи не являя не является призывом к действию я показываю то что делаю я показываю то что и как вижу я то есть мои идеи и мое видео на рынок в течение дня по разным бумагам очень таскан полезно будет для новичков особенно те кто только пришел на рынок и у нас есть возможность общаться между собой на создан там чат вот и все новички которые не обладают необходимыми знаниями зданиями получает всю необходимую информацию в режиме онлайн обязательно подписывайтесь у нас количество ограниченное но пока что еще есть возможность купить пишите на почту мне которая указана под видео в комментариях а также в первом закрепленном комментарии будет указано и так также подписывайтесь дать на youtube канал смотрят много людей но почему-то процент подписки очень низким если вы подпишетесь то вы не будете пропускать выход моих выпусках то есть вам будет приходить уведомления и подписывайтесь на ядекс z итак начнем с вами традиционно наверно с индексом индекса московской бирже с индексом московской бирже смотрите в целом как я уже говорил у нас идет такой range боковик верхняя граница и нижняя граница мы видим что у нас от верхней границы идут откаты и также от низшей границы у нас идут отскоки мы видим у нас такая волновая волновой боковик то есть у нас был захват ликвидности в этой части и далее пошел импульс вверх и теперь у нас здесь снизу сформировалась зона покупок зона покупок то есть индекс мвб он отражает в целом настрой наших акций в индекс входит достаточно большое количество акций вот буквально вчера была ребалансировка снизили долю скажем газпрома но я уже объяснял почему это плюс для рынка потому что случае снижения газпрома а он находится достаточно высоких показателях в целом индекс не будет так сильно реагировать на его снижением да и в целом не потащить за собой остальные наши бумаги смотрите вернемся к индексу мвб у нас очередной раз от купили бумаги от нижней границы здесь мы рассматривали уже в нашей группе telegram роснефть лукойл сбербанк да то есть на нижней границе стоит рассматривать именно покупки бумаг я уже объяснял почему не стоит рассматривать покупки именно в средней части боковика да потому что индекс из 1 2 допустим части да может уйти опять вниз и тот кто купил вот в этом месте может оказаться то скажем в минусах более здесь безопасно покупать именно у нижней границы индекса да и продавать уже либо на 1 2 либо на верхней части боковика здесь у нас продажи в каком случае у нас еще можно покупать смотрите в целом я сейчас горю с технической точки зрения по каждой бумаги нужно опять же смотреть отдельно но в целом у нас каждая бумага которая входит в индекс отражает именно настрой самого индекса смотрите также можно покупать когда когда у нас в любом случае из боковика из рейнджа рано или поздно будет выход мы это можем посмотреть и на истории индекса либо вниз либо вверх но все-таки я считаю что вниз похода но уже наверное не будет потому что весь негатив принципе у нас рынок впитал это и геополитики экономическая ситуация то есть у нас сейчас этот боковик отражает именно такое равновесие режим ожидания когда у нас долго стоит цвет акции боковике то есть здесь включен такой режим ожидания когда рынок не знает как ему реагировать на дальнейшие действия в принципе у нас вся вся не весь негатив уже можно сказать отражен отражен и сейчас и рынок ждет некоторых позитивных новостей и мы видим что у нас предыдущие предыдущая волна была достаточно низкая достаточно низкая но подойдя опять к нижней границе нашего рейнджа у нас снова начали откупать и перебили предыдущие максимум теперь я своем телеграм канале скидывал что здесь нужно быть осторожным потому что здесь есть уровень сопротивления от которого может пойти откат и мы по бумагам увидели достаточно серьезный откат почему потому что здесь смотрите у нас здесь в этом месте пытались остановить и откупить цену здесь имеется ввиду индекс и откупить индекс но этот откуп снова слили то есть у нас от этого откупа пошла волна вниз импульс естественно здесь у нас находится продавец и подходя к этому сопротивлению естественно у нас снова появился продавец но судя по 5 нишней свече у нас продавец довольно оказался пока что слабым у нас все продажи скорее всего даже здесь повставали многие по многим бумагам short и как бы этих шартистов в на следующей неделе не внесли вверх у нас не забываем что есть верхняя граница данного рейнджа если у нас здесь не дадут перекрыть данную свечу соответственно у нас здесь пойдет оку откуп так как мы видим что пока что у нас погащение если этой свечи не произошло у нас лишь дали цену опустить на одну вторую данной свечи соответственно здесь можно полагать тем более нас перебили предыдущий хай что цена пойдет к верхней границе данного рейнджа и сейчас мы с вами посмотрим по бумагам как у нас если перенесем да скажем с индекса на бумаге как у нас будет предположительно действовать данный цена по бумагам вот поэтому здесь более чем вероятно что цена опять же если в понедельник не перекроет не перекроет данную свечу пойдет к верхней границе рейнджа это было видно опять же по бумагам по основным голубим фишкам в пятницу что у нас и бумаги не сливали а цену держали традиционно у нас в пятницу обычно после обеда идет слив до фиксация позиции вот но в эту пятницу я наблюдал что бумаги все-таки пока держат и не дают им сливаться поэтому здесь и большая вероятность что мы пойдем при открытии верхней границе данного рейнджа тем более у нас здесь получилась такая формация v-образная да которая предполагает поход именно к верхней границе но опять же мы можем только предполагать вот рынок то скажем уже понедельник нам покажет свое направление пока что мы можем только предполагать здесь покупать уже поздновато потому что здесь нужно продавать и продавать нужно здесь соответственно если мы пробиваем вот этот верхний рейндж верхний уровень и закрепляется цена здесь также можно совершать покупку технически даст со стопом под под уровень потому что этот уровень уже если мы выйдем из этого бойковика рейнджа вверх соответственно этот уровень будет уже являться поддержкой но это с технической точки зрения опять же это не является стопроцентным то скажем каким-то ходом до всегда есть только вероятность это рынок а на каждом рынке то скажем есть доля вероятности и стопроцентного здесь какого-то то скажем решение в данном случае конечно же у нас быть не может вот это что касается по индексу мввб далее если мы перестимся с вами на нефть на нефть здесь что я говорю по нефти у нас во первых есть сверху уровень продаж я об этом писал и в telegram своем канале скидывал уже много раз и на youtube канале говорил что у нас здесь сверху зона продаж и естественно с этой зоны должны быть продажи у нас с этой зоны одна волна был импульс вторая волна то есть тест в импульс и снова мы подошли к этой зоне от которой сто процентов должен появиться продавец и мы видим что в пятницу у нас достаточно серьезный был обвал по нефти мы пришли по нефти опять вот в этот range и вот из этого рейнджа может пойти опять покупатель и у нас вполне вероятно может сформироваться вот такой боковик уже на уровень выше то есть этот range был таким зон такой зоны накопления из которого у нас цена вышла вверх и уперлась в зону продавца зона продавца поэтому если у нас цена по нефти пойдет вверх тонн а это поддержит у нас во всяком случае должно поддержать котировки нет нефтяных компаний вот то есть моя идея именно по нефти также мы видим что полностью реализовалась то есть я говорю что здесь сто процентов должен быть покуп по продавец потому что у нас зона продавца у нас импульсы были достаточно серьезные с этой зоны вот пока что сейчас мы видим что импульс уперся в этот боковик у нас цена здесь ударилась в верхнюю границу боковика вот если мы ее в понедельник не пробиваем соответственно здесь могут опять пойти покупки потому что у нас с этой зоны был покупатель то здесь такая двойственная ситуация у нас зона продаж зона покупок то есть с этой зоны у нас идут продажи с этой зоны у нас был импульс вверх соответственно с этой зоны теперь у нас должен по идее появится продавец ой покупатель вернее вот если покупатель появится у нас цена не пробьет эту верхнюю границу данного рейнджа соответственно у нас это отразится на нефтяных котировках наших нефтных компаний вот как то так далее по американскому рынку давайте перейдем с вами smp 500 а я предлагаю наверно как сделать сейчас одно видео сниму именно по индексам второе видео пройдемся по бумагам потому что но на самом деле очень очень большое получается видео я стараюсь затронуть все аспекты дают все моменты вот и видео получать получается очень длинным уже получилось он буквально больше 13 минут smp 500 смотрите о чем я говорил ранее те кто на меня подписан тету на меня подписан в телеграм-канале об этом знают я уже не раз говорю что smp 500 я жду на уровне 3 550 3 600 это вот этот уровень так немножко кривовато давайте вот 3 600 3 550 то есть эта зона где я говорю что жду smp 500 еще вот в этом месте я уже говорил что я жду именно вот к этим уровнем и что мы видим с вами мы практически в пятницу до этого уровня до падали до падали у нас с этого уровня пошел очень серьезный импульс вообще на чем падает америка но естественно это риторика фрс риторика паула вот и она конечно же говорить нам о том что риторика паула ужесточается паул на последнем заседании сказал что будет принимать более жесткие меры будет более агрессивно поднимать ставку потому что инфляция по-прежнему растет мы это видим по статическим статистическим данным которые выходят до инфляция растет вот в америке это же все отражается и на ценах на нефть да то есть цена нефть растут все это конечно же повышает именно инфляцию все это все те моменты которые америка воет в плане санкции в плане эмбарго все это повышает цены повышает цены и это конечно же прямым образом воздействует на инфляцию и в будущем рынок уже отыгрывает уже будущее повышение то сейчас рынок отыгрывает уже повышение ставки в будущем то есть на следующем заседании эти будет повышаться ставка она скорее всего будет повышаться ставка то рынок уже закладывает это и заранее падает соответственно если следующее повышение ставки будет последним то рынок эту ставку отыграет сейчас упадя на уровень 3 600 вот и если такой жесткой территории кибульс до в дальнейшем больше не будет то этот эта зона будет являться ну некой остановкой от которого возьму от которой возможно и вполне должно быть конечно же пойти рост то есть должен быть отскок с этой зоны мы видим что здесь у нас было накопление по американскому рынку и пошел импульс вверх естественно с этой зоны немножко неправильно чертил 3 600 с этой зоны должен быть отскок отскок вполне вероятно будет вот в таком же объеме здесь на самом деле достаточно высокие обскоки вот ну если так вот посмотрим да с вами так 3 в 900 ну порядка порядка 300 пунктов если кто-то торгует американским рынком индексом американским то здесь можно присмотреться к этому уровню на момент отскока порядка 200 300 уровней вверх может индекс с этой зоны отскочить то есть можно здесь обратить на это внимание так ну и предлагаю в этом видео просмотреть с вами курс рубль-доллар рубль-доллар вот и в следующем видео мы отдельно посмотрим с вами бумаги давайте с вами перейдем на рубль-доллар на валютный рынок и здесь у нас достаточно интересная информация я уже давно определял данный уровень по рубль-доллар сейчас мы его сами получше рассмотрим так уровень у меня 5619 это достаточно серьезный исторический уровень мы это можем с вами видеть вот на этом графике здесь у нас являлся поддержкой здесь являлся поддержкой и снова мы пришли на этот уровень и сейчас мы с вами видим что на этом уровне у нас цена постоянно от него отбивается то есть я ранее говорил о том что если вы хотите спекулятивно купить доллар то нужно покупать только у этого уровня потому что у нас достаточно высокие были отскоки от этого уровня вот на которых принципе спекулятивно можно какие-то деньги заработать но сейчас мы что с вами видим сейчас мы видим что у нас каждый отскок все ниже и ниже и у нас цена закрытия последнего бара прижата прямо можно сказать к самому уровню то есть цена у нас все что все меньше и меньше оскакивает это значит что есть вероятность что данный уровень будет у нас пробит также ввиду того что у нас на рынке принципе и в по валютному рынку некая неопределенность некая неопределенность вот и в плане комиссионных вас награждений да все это давит конечно же на доллар то есть народ у нас просто боится теперь покупать доллар потому что просто напросто его невозможно будет держать не на брокерском счете если ведут комиссии не на тем более не на вкладок потому что доходность этих валют будет просто отрицательно из-за того что у нас и так инфляция по доллару вот если доллар пойдет ниже у нас будет еще по доллару просадка и ну и в-третьих самое главное это если применять какой еще к всему к этому еще и комиссию за месяц обслуживания это один процент то есть 12 процентов годовых то есть с одного миллиона в рублях до эквивалента в долларах до за год будет взиматься 120 рублей а 120 тысяч вы представляете да то есть у вас в принципе инфляция съест доллар на плюс если доллар пойдет ниже вы будете в минусах но и к тому же еще и комиссионного вознаграждения у вас съест часть доллар это тому к тем к тем скорее всего даже относится кто покупал доллар свыше 100 рублей то есть они сейчас очень больших раздумьях находится и многие уже скорее всего из-за паники по скидывали просто доллар минуса далее если мы посмотрим если у нас пробивается уровень 5619 указаны то ниже у нас уровень есть уже на 53 и 8 примерно ну и следующий уже идет на 50 53 и 8 и 50 то есть если мы пробиваем уровень 56 вот как то так пока что мы с вами видим что никаких интервенций в укреплении доллара у нас центробанк не проводит это опять же все конечно же сказывается на ослабление доллара укрепления рубля но и также у нас сейчас идет налоговый период ндп и уплата ндп и который будет длиться до 27 числа месяца то есть принципе же не так много осталось и поэтому я думаю что может даже и этот уровень устоять потому что буквально 7 дней у нас осталось буквально следующая неделя на уплаты ндп и там будет опять некое послабление в отношении давление на доллар вот это что касается доллара на этом это видео давайте с вами закончим и перейдем к следующему видео потому что у нас уже 20 минут прошло перейдем к с вами к следующему видим на следующем видео у вас мы с вами рассмотрим конкретно уже от бумаги то есть чтобы нам столь длинное видео не делать долго его смотреть да мы разделим индексы и бумаги подписывайтесь на канал обязательно на телеграм-канал обязательно подписывайтесь вступайте индекс n подписывайтесь с вами был дмитрий шеф увидимся с вами на следующем видео